Кругом измена и трусость и обман Записал государь в своем опублике Одни сознательно изменяли Алексеев, Русский, Брусилов, Корнилов, Данилов, Иванов Другие трусливо покорялись изменниками Хоть и проливали слезы сочувствия императора Его свитские офицеры Граббы, Нарышкин, Апраксин, Мордвинов Третьи, вырывая у императора отречения Лгали ему, что это делается в пользу наследника На самом деле стремясь к свержению монархии в России 1 марта 1917 года Государь остался один Практически плененный в поезде Преданный и покинутый подданными Берет себе в советы и укрепления Слово священного писания Читает, подчеркивает избранные Эта книга сохранилась И первое, что непреложно встает из государевых помет в Библии Твердая вера императора в Божий промысел Убежденность, что Господь с ним Не бойся, ибо я с тобой Не бойся, я твой щит Бог твой есть Бог благий и милосердный Он не оставит тебя и не погубит тебя Подданные убеждают государя, что положение безнадежно Они объявляют его помехой счастья России И требуют оставить трон Изменники обманывают царя Внушая ему мысль, что его отречение Принесет благо России И поможет тесному единению И сплочению всех народных сил Для скорейшего достижения побед Все чины штаба и начальники фронтов Прислали телеграммы с требованием отречения Государь сказал Нет такой жертвы Которой я не принес бы Во имя горячо любимой матушки России Государь поступил единственно возможным В тех обстоятельствах образом Он подписал не манифест Какой только и подобает подписывать в такие моменты А лишь телеграмму-вставку С лаконичным, конкретным, единственным адресатом Начальнику штаба Это потом ее подложно назовут Манифестом об отречении Но уже подписали Клитвопреступники Они не услышали набата молитвенно произнесенных Когда-то каждым из них слов присяги Клянусь всемогущим Богом Предсвятым Его Евангелием В том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству Своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю И Его Императорского Величества Всероссийского престола-наследнику Верно и нелицемерно служить Не щадя живота своего До последней капли крови В чем да поможет мне Господь Бог всемогущий В заключение же сей моей клятвы Целую слова и крест Спасителя моего Аминь Никакой документ об отречении Пусть даже настоящий манифест Не освобождал воинство От присяги и крестоцелования Если об этом документе Не говорилось напрямую Год спустя Когда Император Германский Вильгель Отрекался от престола Он специальным актом Освободил военных Субтитры сделал DimaTorzok